Доброе утро, товарищи! Доброе утро! Это Первый на Маяке. Меня зовут Вячеслав Шаров, Юлия Михайлова сегодня со мной в понедельник, потому что, ну, вот такие вот длинные выходные, мы решили даже немножко, как бы, вас перепутать, в плане того, что поменяться немножко. Да просто это вот переходящее знамя такое с 9 мая. Мы с тобой как сели тут, так здесь и продолжаем. Знаешь ли ты, друг мой, то, что я вот открыла на выходных, например... Пачку пельменей? Нет, я открыла... Вот знаешь, о чём на самом деле эта фраза, что человек создан по образу и подобию Божьему? Боже мой, ну-ка. О мужчине, о мужчине. Ты понимаешь, когда эта фраза о мужчине, потому что... Еще раз давай скажи, чтобы все зафиксировали. Человек создан по образу и подобию Божьему, когда это говорится, это говорится о мужчине. Да. Потому что я прочитала чудесный абсолютно материал о том, как художники именно фиксировали внимание, вот когда рисовали религиозные картины, в том числе Христа, они фиксировали внимание на его половой принадлежности. Это было очень важно, что Бог воплотился именно в мужчину. Ты понимаешь, и я думаю, как всё... Вот мы не задумываемся об этом на сегодняшний день. Мало кому это вообще приходит в голову, какие-то такие параллели, но вся наша жизнь выстроена именно так. Потому что мы к мужчине именно так и относимся. Он для нас всегда более компетентный. Вот когда мы приходим, например, на прием в поликлинику, если мужчина врач, мы ему доверяем больше. Если мужчина повар, это однозначно вкуснее. И так далее. Понимаешь? — Говори, Юль, я даже не люблю. Мне просто всё это нравится. — Я просто хочу сказать ещё одну деталь. Что когда вот определённый мужчина за звукорежиссёрским пультом, это тоже классно. — Конечно, классно. Сейчас ты о нашем звукорежиссёре Павле Казакосовым. — Да. — Между прочим, сегодня наш дорогой товарищ и преданный друг отмечает свой день рождения. Павел, мы тебя хотим поздравить с этим замечательным... — То есть мы отмечаем его день рождения. — Практически, да. Поздравляем тебя с этим праздником. Желаем тебе, прежде всего, отличного настроения, исполнения желаний и самых невероятных мечт, чтобы и они у тебя тоже исполнялись. — Я думаю, что наши слушатели сегодня... — Улыбнись, друг. Улыбнись, друг. — Отзовутся, отзовутся они тоже какими-нибудь поздравлениями и хорошими словами. — Напомним нашего отца. Плюс семь девятьсот девять пятьсот семь ноль один ноль один. Телефон прямого эфира шестьдесят восемь пятьдесят сорок шесть. Даже можете позвонить, заказать песню для Павла. Он сам её подберёт. Вот. Вдруг так. Я ещё чего хотел сказать-то по поводу... Вот опять же, ты говоришь про мужчин. И очень много мужчин вспоминали девятого мая, да. Мы, напомню, ввели с Юлей прямую трансляцию праздничных мероприятий, посвящённых семьдесят четвёртой годовщине Великой Победы. Здесь из студии «Маяка» транслировалось это всё в эфире «Маяк Барнаула», также на всей территории Алтайского края, на частотах радиостанции «Радио России». И ты знаешь, вот этот день вошёл в историю моей жизни, наверное, моей семьи, потому что с большой гордостью мне папа пожал руку после того, как мы с ним увиделись после этого события. — Зауважал. — Зауважал ещё больше, наверное. Я получил огромное количество положительных отзывов об этом мероприятии. Я всем ещё раз хочу сказать, друзья, большое спасибо, что вы, волею судей, получилось у вас так, что вы в тот момент, когда не смогли побывать на параде, да, на площади Совета, включили «Маяк» или «Радио России» в разных городах даже Алтайского края, потому что приходили приветы отовсюду и были в этот день вместе с нами. Ну, это потрясающее событие. Для меня это, вообще, мне кажется, для нашей команды, это мы как будто бы космический корабль в космос запустили, да, потому что вот в мою практику работы на «Маяке» это впервые такая трансляция была. — Объяли необъятное. — Да, и большое спасибо, хочется сказать, техническим специалистам, и тому же Паше, который был вместе с нами 9 числа как звукорежиссёр, Валерий Гребенников, инженеру нашей трансляции, в общем, всем-всем-всем тем людям, которые работали на площади, это и Александр Унгифук, и Вера Климанова, Татьяна Бондаренко, это Маша Рудакова, продюсер «Вести», это Юлия Ковылина, которая помогала нам всё это дело организовать, и всю команду «Вести Алтай» тоже хочется поблагодарить, и вообще даже руководство за оказанное доверие. — Ну, в общем, всем спасибо. — Хорошо, да. — А теперь? — А теперь буду сказать из бумажки. — Значит, основная часть нашего марлезонского балета, друзья, мы понимаем, что 12 мая же отмечался День медицинской сестры. — Эээ... — Или 13-го? — Нет, вообще-то... — 12-го, что нет? — 12-го? — Вот ты пока занималась своим открытием по поводу мужчин, в мечтах сидела, значит, да? Видимо, где-нибудь на даче мужчины с оголённым торсом, видимо, вкапывали картофель в землю, да? А ты это дело любовалась. Так вот, значит, мы решили пойти нетрадиционным путём, опять же, да, интересным, таким вот необычным, и решили пригласить сегодня в гости, как вы понимаете, уже не медицинских сестёр, а медицинских братьев, потому что, ну, профессия медбрата, она тоже очень важная, крайне ответственная, потому что и реанимационные мероприятия, и помощь в транспортировке лежачих пациентов, и работа с медтехникой, словом, везде, где помимо профессионального мастерства требуется мужская сила, самообладание и решительность, крайне востребована работа медбратьев. Поэтому сегодня мы будем поздравлять именно их. В гостях у нас сегодня Алексей Беляев и Ярослав Яковчук, медбратья Таракального отделения краевого онкодиспансера. «Братья, приветствую вас!» — Доброе утро! — С праздником вас, прежде всего, мы хотим поздравить. Вот, не знаю, бывает ли праздник на рабочем месте? Вот Ярослав, я знаю, вернулся только что с дежурства. Хочется спросить, как отмечали и хорошо ли спалось? — Спалось не очень, так как всё равно на работе, но да и не отмечали особо, потому что некогда было, было всё равно даже хоть и праздники, было много пациентов, вот, и, соответственно, много работы. — Смена длится сколько часов? Двенадцать? — Смотря какая. Есть ночная смена — пятнадцать часов, а есть сутки. — А ты с какой смены? — Суток я. — Ты суток? — Да, то есть с восьми утра до восьми вечера. Нет, с восьми утра. — До восьми утра. — Да. — Угу. Тяжело? — Мммм, привыкаешь ко всему тяжелому. — Алексей, а ты когда на сутки? Или что ты? — Я был в субботу. — Теперь когда? — На следующих выходных. — То есть у тебя такой вот день через семь? — Ну это сутки, получается. — Сутки через семь или как? — А пятнадцать часов у меня в среду. Ну, то есть половинка. — Ммм, вот как. Слушайте, друзья мои, а вот скажите мне, пожалуйста, вот я знаю, что вот идёшь, когда по коридору больничному, есть различные там вот таблички на кабинетах написаны, да? И вот, например, там сестра-хозяйка там, например, да, и так далее. И вот есть такая табличка под названием сестринская. А есть какая-нибудь братская? — Не думаю, но иногда... — Как вы с девочками там делите пространство? — Нормально. — Нет, братской нет, да? — Нет. — Братской нет. — То есть вы, получается, приходите в сестринскую, и там как бы у вас там какой-то шкафчик, наверное, да, или что-то там? — Да-да-да. — А в дипломах у вас написано медбрат или медсестра? — Хорошо. — Мне интересно, да. Есть профессия медбрат? — Там просто средний медицинский персонал. Там не указывается так вот по полу. — Да? — Да-да-да. — А у вас фельдшерское образование или вот именно как медсестры? — Нет, мы учились в университете и получили после окончания третьего курса мы получили как бы квалификацию медсестры, медбрата, и после этого момента мы могли спокойно уже работать в любой из больниц города Барнаула. — Вот я знаю, что Алексей еще продолжает учиться. — Да. — Это какой курс получается? — Пятый заканчиваю. — Пятый — это в смысле вот... Объясните, я запуталась. Три года, говорит. — Ну, шесть лет учиться в медицинском университете, всего шесть лет. — Шесть минус пять будет один. — Да, мне один год остался, да. И после третьего ты проходишь там практику сестринскую, тебя там учат всему настоящие медсестры, и потом ты сдаешь экзамены, и после этого уже тебе дают диплом, и, пожалуйста, вот, работай. — Слушай, а что вот, ну, ты говоришь, настоящие медсестры, я вот представляю настоящую медсестру. — Ну-ка, ну-ка. — Давайте, друзья, вместе представим, как вот у каждого, наверное, она своя, какая-то настоящая медсестра. Вот что самое главное тебе сказала вот настоящая медсестра при первой встрече, когда вот вы вот, ну, как вот... — Забудь все, о чем тебя учили, да? — Слушай меня. — Вот что было такое? — Привет, а потом вот тряпка и димой пол. Это первое. Постепенно, ну, то есть с количеством вымытых полов, доверие увеличивалось. — И уважение, да. — Да, и потом уколы уже пошли, потом пошли там капельницы, и все такое. — Ярослав, а тебе? — Я даже не помню этот момент. — Не рискнул никто тебе дать тряпку в руке. — Видимо, видимо. Сразу приступил к уколам. И как-то все пошло по накатанной. — Подключаются к нашему разговору еще и наши радиослушатели. И вот несколько вопросов, которые я хотел бы задать с нашего WhatsApp. Плюс семь девятьсот девять пятьсот семь ноль один ноль один. Вот скажите, пожалуйста, бывает ли так, что медицинский работник знает и умеет больше, чем врач? Было ли у вас такое ощущение когда-нибудь? — Бывает. — Периодически. — Потому что когда ты приходишь, как Юля говорит, в поликлинику или в стационар, то вот именно ваш персонал больше рассказывает и больше в курсе. И что там тебе назначили? Да вот это можешь ты не пить вовсе, а вместо этого вот это, например. — Это правда. Но тем более, что Алексей, как я понимаю, практически получает высшее образование, и он уже практически доктор. Я правильно понимаю, да? Ярослав, а... — Я уже получил. — А, что вы меня запутали? Я поняла, что... — Я уже врач. — Я думала, что вы... А, то есть вы врачи и работаете медбратьями? — Лёша учится. — Да. — На пятом курсе. Ему ещё заканчивают. А я закончил университет. — Так. — И сейчас учусь ещё в ординатуре. То есть я будущий врач, анестезиолог, реаниматолог. И параллельно ещё работаю медбратом. — Сейчас он просто тренируется. — Ты понимаешь, какая тонкость, да? Я думаю, что у них за спиной училище медицинское. Думаю, ну как это всегда бывает. — А они вузовские. — А они вузовские. Они не просто медбратья, они медбратья с врачебной квалификацией. — Да, поэтому они и знают лучше, как они говорят у некоторых врачей, потому что они свеженькие буквально. Препараты свеженькие только что изучали. Вот. Спрашивают нас, значит, доброе утро, вопрос гостям, как пришли к выбору именно этого направления работы, почему именно медбратья, а не хирурги, например? Ну тоже чуть-чуть недопонимания получается. Да? То есть ребята просто это как бы один из этапов, да? — Да, да. — Получается, нужно набраться всё равно какого-то опыта, изучить какие-то определённые навыки. Ну и вот, собственно, мы этим и занимаемся. — Как бы по ступенькам пройти, то есть начиная от прям медбрата, да, то есть просто ухаживать за пациентами, да, и потом уже, когда идёшь работать врачом, уже лучше понимаешь, то есть и как лечить, там, да, как какие-то манипуляции выполняются. — А это все так делают или только вы? Ну не только вы, ну да, небольшое количество людей. — Многие студенты, многие студенты, да. — То есть всё-таки понимают, что надо вот с этой низкой ступеньки шагнуть, чтобы понимать, в чём заключается работа тех людей, которыми потом они будут руководить. — А вообще в ВУЗе, получается, девушек же много, да? — Да. — Больше, чем парней. — Очень, очень. — А много парней, которые вместе с вами шли по ВУЗу, например, и не закончили, не стали вот сейчас вместе с вами медбрата? — Ну, это единицы всё равно. Это в основном люди, которым действительно, ну, в медицине ничего не привлекает. — Ну почему-то поступили в медицинский. — Ну да, так. — Странно, бывает так. А вот расскажите немножко вот о вашем таракальном отделении краевого онкодиспансера, где вы работаете, и что вы непосредственно делаете, чтобы вот люди понимали, как бы за что вы ответили. Держите пациентов, там, не знаю, там, или что-то. — Что именно медбратья делают? — Да, да, да. То есть в чём заключается ваша работа конкретно? — Ну, работа заключается, то есть мы выполняем назначение врачей, которые заключаются в том, ну, допустим, уколы, да, капельницы мы ставим, системы, подготавливаем пациентов к операции, вот. Периодически разъясняем пациентам, что, какая операция будет, там, про диагноз, например, что-нибудь, да, про препараты что-то, общаемся с ними. То есть мы, по сути, как бы такой, ну, как бы мостик между врачом и пациентом, скажем. То есть к врачу они с многими вопросами не подойдут, ну, по разным причинам, потому что врач... — Может выписать ещё один рецепт, который не прочитаешь, да? — А как бы мы, ну, вот что-то, то есть всё от медицины, да, но что-то такое среднее. То есть как бы попроще с нами разговаривать. — Переводчики? — Да-да-да. — Тоже люди, которые переводят и язык, и людей переводят. — Толмачи, медицинские. Толмачи. — Что такое, что ты назвали? — Ну, переводчик-толмач. — Да, разъяснитель. — Древнерусская. — А, да. А скажите, пожалуйста, всё-таки таракальное отделение, не все люди знают, что это означает, это какие больные? — В целом наше отделение занимается лечением заболеваний, связанных с лёгкими, с пищеводом, с органами грудной клетки. То есть это и, возможно, какое-то поражение лимфатических узлов, вот, находящихся вот в грудной клетке. — Да, раз это краевой онкодиспансер, значит, мы понимаем, что мы имеем дело с часто тяжёлыми больными, у которых всевозможные опухоли, да, целокачественные образования. Поэтому вот я знаю, что для медицинской сестры, если говорить о должности, очень часто переполненные отделения, и когда это тяжёлые больные, то это ещё и большая физическая нагрузка. То есть за больным же нужно ухаживать, не только укол ему поставить. И он сам, между прочим, до процедурного кабинета иногда и не доходит, и чаще всего не доходит. Поэтому это какая-то бесконечная очередь. Я знаю, что если это большое отделение, а сестра на посту одна или две, как правило, а я вот посмотрела в вакансиях, медицинские сёстры, самый востребованный медперсонал в Барнауле, между прочим, то это значит, что она начала делать уколы с утра, например, к обеду закончила, и по новой у неё, новая порция. И это бесконечная, вот это вот там, я не знаю, сколько палат у вас, за каким количеством больных наблюдаешься? — Так, получается, палат у нас получается. — Десять? — Да, восемь основных и две дополнительные. — И сколько там лежит пациентов? — Ну, в среднем пациентов у нас получается, ну, человек пятьдесят, пятьдесят шесть. — Слышишь, пятьдесят уколов в день, это только раз, да? А их, например, три раза в день. — Ну, три раза в день обычно, да. — Есть такое, что рука набилась, называется уже, да? — Есть, конечно. — Уже не глядя, да? — Там в течение первого месяца набивается, и потом уже даже не думаешь. — Да? — Ну, как бы, как навык какой-то, раз поставил, всё. — А вот есть какие-то излюбленные не места, а вот процедуры какие-то, которые вот вы прям вот, о-о-о, сейчас пойдём хлористый ставить, например. — Да, особенно хлористый. — Ну, да всё в целом интересно делать. — Слушайте, вот это... — То есть помогать врачам вот в перевязке, когда идут. То есть видишь, как они это делают, и всегда интересно им помогать, то есть что-то там поддержать, посмотреть, особенно если это какой-то нетипичный пациент. Ну, потому что онкология, в принципе, она, ну, такая довольно разнообразная. — А что значит нетипичный пациент? — Ну, вот в учебнике, допустим, одно написано, да, а в реальной жизни у пациента может быть... Ну, как бы, он же не только этим болеет, да, например, у него ещё что-то есть, там, допустим, гипертоническая болезнь, ещё что-то. И плюс операции всегда очень индивидуальны в плане доступа, в плане того, как, там, допустим, зашили потом, да, и всегда смотришь, там, почему так было сделано, да, ну, и когда именно перевязка происходит, это лучше всего видно, и часто можно у врача спросить непосредственно, там, а почему так, там, а что потом будет. И вот это самое интересное. — Потрясающие вопросы, я потихоньку буду задавать их, которые приходят на WhatsApp. вас спрашивают, зависит ли ваше отношение к пациенту от самого пациента? — Ну, не часто, но это крайне редко, то есть всё равно есть, опять же, некоторые индивиды, вот, которые могут нахамить, но, тем не менее, ты должен всё равно держаться, ты должен обладать таким профессионализмом, чтобы не выдавать свои эмоции, а дальше продолжать и помогать человеку. — Вот, слушайте, у меня вот есть знакомые врачи, которые рассказывают мне, ну, как бы вот в обычных беседах о том, что существует некая проблема, когда пациенты не придерживаются тех назначений, которые дают сами врачи. И это большая-большая проблема, потому что, говорит, мы назначаем, мы говорим, что нужно делать, а пациент вдруг решает, что вот это ему надо, это ему не надо и так далее. А вот вы, как те самые проводники, когда вы разговариваете с ними, с этими пациентами, можете как-то вот внушить нетипичным, например, пациентам или типичным о том, что вот нужно придерживаться, не то что придерживаться, а строго придерживаться тому расписанию процедур, которые назначены доктором? Иначе будет совсем не тот результат. Как показывает опыт, в принципе, проблема, ну, это чисто у меня. Проблема в том, что необходимо потратить чуть больше времени на таких людей и просто, ну, объяснить и разъяснить всё по полочкам, расставить, как эту манипуляцию делать, как к ней подготовиться. То есть, по сути, нет таких, как мне кажется, пациентов, которые там не придерживаются назначений. То есть, бывает такое, что... Да, что вы с ним недостаточно поговорили. То есть, типа, что врач расписал лечение, сказал, вот, держи, лечись, а пациент что-то не понял, пошёл в интернет, ответ там, какие-нибудь mail.ru нашёл, посмотрел. Как правило, именно так это всё и происходит. Вот прямо Алексей... И там ему написали, что, значит, я вот лечился вот так, так хорошо. Бросать всё, что... И поэтому вот от этого дефицита информации он её восполняет именно в интернете. И всегда, когда пациент подходит, ну, часто такое бывает, спрашивает, а вот это лекарство от чего? Особенно антибиотики. Вот мне поставили, мне больно до сих пор уже, там, 3 часа, да? Вот. Это от чего? И ты объясняешь человеку, ему становится понятно, зачем ему, как бы, зачем этот укол, зачем ему терпеть. А от чего? А от чего? А от чего? Да, да, да. Хочу напомнить, что... Подождите. Что? Что ты хочешь? Давай. Ну, ладно, напоминаю. Я про вазелин. Подожди, это отдельная тема. Это ты приготовь. Наберитесь терпения, Юля. Вот вопрос ещё такой пишут нам. С добрым утром, земляки и братья! Здоровья всем! Как проходил отбор на радио двух кандидатур? За какие заслуги попали в эфир? Спрашивают. А их потому, что, собственно, два. Всего два. Да, то есть, ну, может быть, их чуть-чуть больше, но мы вот, спасибо пресс-службе краевого онкодиспансера, они выявили двух. Их на самом деле... Ты как будто при анализе говоришь, что выявили. Да, выявили. Это буквально так. Да хорошо. Вот ещё, значит, интересный вопрос. А тут жужили. Новости будем слушать. Не будем мы слушать новости, сегодня понедельник. Значит, вот ещё спрашивают, боитесь ли вы начальства? Конечно. Самое страшное. Так, тогда вопрос про зарплату будет неактуален. Так, вот в бога верите? Нет. Местами. Как это, как это, как это? Ну, тяжело, ну, как бы... Когда тебя учат всему материальному, в принципе, в университете, и ты привык, как бы, доверяться фактам, очень тяжело в что-то сверхъестественное поверить. Но иногда местами чудеса происходят. Вот. И ты порой задумаешься, действительно, они не слышали это, что-то. А можете какую-нибудь вот чудесную историю привести? Вот когда на ваших глазах с пациентом было так плохо, что вы были уверены, что он не выкарабкается? Ну, например, это я как... Может быть, ещё какие-то чудеса. Да, да. Вот что чудесное Ярослав-то имел в виду? Ну, это по большей части, допустим, случай из... Нам преподаватель просто про него рассказывал. То есть, был пациент, который... Тоже у него была онкология, не уточнялась какая. И там уже была неоперабельная опухоль, химиотерапена не поддавалась. И он уже... Ему говорили, что он проживёт только там месяц. И он решил махнуть на всё рукой. И начать заниматься экстремальными видами спорта. В течение последнего месяца. То есть, добрать... Да, да. И через месяц он как-то почувствовал себя, что лучше становится. Он уже смирился с тем, что смерть его поджидает. Но в итоге, через месяц, врачи обнаружили, что у него наблюдается регресс. Как бы в ходе заболевания. И, в принципе, опухоль начала поддаваться лечению. И вот здесь хороший вопрос. То есть, это может быть под воздействием как-то стресса что-то активизировалось в организме. Либо действительно это что-то свыше помогло. А вот это вам к чему была рассказана вот эта история? Что бывают чудесные исцеления? Да, да. Да? Да, именно. Всё что угодно может повернуть ход болезни. Конечно. В одну или в другую сторону. Как мне кажется, важным является, прежде всего, в лечении таких пациентов, это не терять надежду и, в принципе, им её вселять. Вот я об этом тоже сижу и думаю, по поводу того, что, наверное, на вас ещё, ну, как сказать, не кем-то там возлагаются какие-то обязанности, да? Видимо, само собой происходит, как вот чисто психологические разговоры, наверное, с пациентами, да? И вот приходится вам, наверное, как-то их подбадривать, там, подшучивать над ними, быть может, даже, да? Есть какие-то вот юмористические истории из вашей практики? Ох, ну, с юмористическими историями, конечно, в таком отделении сложно, но... Ну, давай так, будем, как будто, вот, мой знакомый, вот так начнём, и слышал, я что, вот так вот. Вот как в сериале «Интерны». Вы же «Интерны», на самом деле, да? Как я понимаю? Ну, вот что-то вроде. Что-то вроде, да? Вот вы там как? Ну, с юмористическими историями как-то напряжено. Да. Но я вот хотел сказать о том, что в любом случае, неважно по поводу высших сил, да, в первую очередь, неважно там, ну, от доктора многое зависит, от медбрата многое зависит, но очень многое зависит от самого пациента. То есть, когда ему выставляют диагноз, назначают лечение, это ещё не значит, что... Даже если хорошее лечение, даже если диагноз правильно, это ещё не значит, потому что многое зависит от того, как человек сам относится к своей болезни и хочет ли он из неё выйти. Потому что часто такое бывает, что лежит пациент, там, очень такой активный, со всеми общается, а потом открываешь свою историю болезни а там ну очень страшно да но по нему не скажешь и он потом постепенно постепенно выкарабкивается и выходит из этого состояния а есть такое наоборот когда у пациента ну как бы онкология ну не такая вот как прям онкология онкологии да но вот он уходит в себя он перестает как-то общаться и такие пациенты чаще всего хуже хуже лечится хуже переносит химиотерапии хуже переносит операцию вот то есть но очень важно вот именно такой психологический настрой а вы ругаетесь на пациентов ну вот прямо так ну бывает но что это такое конечно распустился да чтобы назначение также выполняли иногда добрым словом не понимают приходится немного пожестче как отец да кстати как отец я тоже думал что к нам придут такие здоровые крепкие я тоже ждала таких возрасте таких просто велоспоминаю какой-то образ медбрата в голове вот он почему-то такой вот это надо санитарской образ санитар ну такой большой да да крепкий но это скорее санитар а теперь я немножко помогает медбратьям медсестрам вот санитар санитар очка они помогают именно в осадивании как раз приносит пациентов они там если пациент там какой-то некультурный буйный да то есть они его успокаивают санитаров еще меньше чем чем медсестер реальность такова что в больницах что мы мы же знаем об этом поэтому я так понимаю что вы совмещаете в себе все да частичку от доктора частичку санитара и сам я вот он медбрат по поводу все-таки физической нагрузки насколько она велика приходится вам вот как-то и или уже механизировано все там вас автоматизируется конечно ну там перекладывать допустим там пациента или если он не ходит данный момент да то есть его нужно как-то довести там до перевязочного кабинета например то есть всегда ну либо один либо там зовешь на помощь кого-то и на каталки и вперед а у вас бывает что вы смены вместе конечно да вот вам хорошо наверно тогда ну не так как бы тяжело со всеми хорошо работает спрашивают нас точнее вас наши слушатели если минутку представить что вы министр здравоохранения чтобы сделали давайте представим министр здравоохранения вернее алтайского края россии в целом чтобы так глобально перспектива какая личностного роста такой стать министром здравоохранения почему нет но в целом даже не знаю к сожалению у нас как-то сложный вопрос на самом деле с чего даже начать не совсем понятно зато мы до этого ответили что мы начальство все-таки боимся но мне кажется все равно когда вот работаешь именно такая управляющая должность ты не видишь конкретных пациентов ты не видишь работу саму да то есть тебе да вот ну какие-то сведения доводят до тебя все равно но это не отражает часто очень реальности и в нашем случае это если мы были министрами наверное были хорошими министрами потому что мы и получились и поработали медбратьями ярослав еще и доктором поработал то есть он ближе к реальности оценивает ситуацию и для него уже вот эти сводки там какие-то не будут основным решающим как бы в постановке указов там решений в принципе вот любая управляющая должность в здравоохранении как мне кажется человеку должен если он претендует на это звание он должен пройти в принципе весь этот путь замечательно было бы если он даже прошел то начиная с санитары вот и иногда очень странно слышать от преподавателей что чем вы тут занимаетесь зачем вы работаете надо только учиться все к чему преподавателя в вузе зачем тебе работать медбратом когда ты врач до этого что-то разные специальности не очень связаны а я вот хотела поговорить о вашем страхе знаете человек все-таки не машина на гайке его не разберешь это самом начале только профессии ярослав поработал доктором даже но все равно мне кажется это сложно разобраться с человеком что у него бы поставить диагноз тем более когда ты молодой специалист да как-то перепроверить ну я не знаю ты все время перепроверяешь какие-то вещи прежде чем что-то сказать в эфир ты десять раз перепроверишь действительно ли факт имеет место даже вот в нашей профессии а что же говорить про медиков которые непосредственно имеют дело с живым человеком вот этот страх он присутствует вообще вот какой-то такой внутренний а правильно ли я сделал а а правильно ли дозировка там я не знаю конечно особенно с этим справляетесь с этим только одним способом можно справляться читать больше литературы изучать вопрос и все и со временем с опытом это все приходит то есть страх то минимизируется все равно врачи и хирурги которые например же еще пришли интернами они естественно боятся но такого и они боятся еще на протяжении своей всей деятельности что операция может пойти не так и лишь уже годом сорока они понимают что в принципе они уверены в себе и могут спокойно оперировать а мне кажется на всем протяжении пути как-то неважно там сколько лет доктору мне кажется всегда присутствует вот этот но такой страх опять же что-то не потому что это такая очень специальность ну и просто кто-то это очень умело скрывает мне кажется возрастом постепенно все умели и умели да да хорошо и любопытно что с возрастом все это проходит и уверенность повышается напомню наш ватсап и вайбер плюс 7 909 507 0101 телефон прямого эфира 68 5046 в гостях у нас сегодня медбратья друзья а если есть какие-то вопросы и вообще ощущения вот как бы вам вот и больше нравится вам чтобы медицинские сестры с вами были или медицинские братья вот женщины вот ответьте пожалуйста до медицинские братья это комфортно смотря в каком отделении да да вот я еще слышал такую историю когда все стримской значит медбратья приходят переодеваться женщины не выходят а смотря какие медбратья друзья первые на маяке продолжает свою работу вячеслав шаров юлия михайлова сегодня и у нас сегодня в гостях медбратья таракального отделения краевого онкодиспансера ярослав якопчук и алексей беляев с ними мы собственно говорим о профессии но и вообще о том как ребятам работает но кроме этого поскольку завтра вот программа о здоровье не выходит на маяке я хочу сказать что я хочу сказать что завтра значит 14 мая 141 год назад было запатентована торговая марка вазелин вазелин я это готовила на завтра хочу сказать что для меня например было открытием что вазелин это еще и рано заживляющее средство я думала что это просто ну что-нибудь для смягчения для меня было открытием что его делают из нефти я об этом не знала вот мне интересно что вы знаете чего-нибудь полечить мы часто в работе возили на видение какой-нибудь в работе да 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 что делаете ну клизмы в основном ну то есть его используют как как сказать для того чтобы смягчить ход вот и плюс иногда его в саму воду можно капнуть чтобы лучший эффект был действительно тюля говорит что там рано заживляющее у него какие-то лечебные свойства есть потерян вазелин для общества перестали пользоваться нет видимо просто более эффективный да она есть ну в общем как-то я прочитала провозили надо как-то приобрести перестали чистить зубы зубным порошком пользоваться хозяйственным мылом и шампунем яичным а там еще какой-то праздник смешной был я сейчас посмотрю еще вспомню потому что мы пытались это дело объединить а вот еще спрашивают значит благодарные наши слушатели о благодарностях которыми наверняка одаривают и медицинских братьев в том числе наверняка как бы да то есть получается касается это медицинских братьев а может быть не только докторам что-то там вот есть у нас допустим книжка с пожеланиями с своим мнением в принципе о лечении там часто можно увидеть какие-то как пациенты пишут стихи слова благодарности отдельным там медсестрам медбратьям а вы себе это выписываете потом в блок нет но периодически открываешь смотришь улыбаешься это кроме лежит она довольно объемная то есть в отделении прям да 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 и любой желающий может оставить свой комментарий любой ну в смысле и с плюсом и с минусом конечно конечно ну то есть там просто отзывы кому-то понравилось кому-то нет ну больше чаще чаще хвалят чем ругают а медбратья тоже присутствует на ежеутренних вот этих вот как называется а что вы там как бы вот вы там для чего врачи понятно что они там мы в целом сообщаем ну всю повестку за прошедший день то есть мы же медбрат медсестра они в основном в основном они находятся в плотном контакте с пациентом и именно они знают что в принципе произошло за весь день и они уже передают это врачам и чтобы допустим врачи целесообразно тратили свое время они узнают эту информацию дальше проводят лечение пациентов ну и периодически также все равно заходят к ним и общаются то есть вы такие у вас такая должность младшего офицера да то есть вы офицер передаете оперативные какие-то то что за ночь случилось за вечер то есть у врачей же рабочий день не сутками и они соответственно ночью вечером не видят пациентов но и утром до 6 мы вот это все сообщает говорят что медбрат ну и медсестра и соответственно завалены просто на сегодняшний день всевозможной бумажной работой что это отвлекает много что пишите конечно препараты списываем то есть поставил списал в смысле акт какой-то списание то есть не акта списание то журнал там у чего говоря количество учет на журнал да количество препарата вот ты поставил минус один и вот так вот список уже раньше говорили пациентов-то много инъекций тоже соответственно этой писанины тоже разве увеличивается и плюс ко всему различные всякие гигиенические там макты тоже надо заполнять все это представляешь это 50 пациентов значит все ручная работа не не в системе какой-то там нет нет это конечно есть но к этому надо переходить сейчас пока до бумаги да к сожалению пока так работаем вот еще спрашивают как работает в женском коллективе если какое-то вот особое внимание особо 8 марта и как им хорошо 2 8 марта а 23 февраля пока всех перецелуешь а 23 наоборот хорошо нет но серьезно как то вот есть такие которые там не знаю по матерински относятся там старшие товарищи то внешне есть который внучком зовут то есть есть такие медсестры которые уже вам в бабушке годятся да да они трудятся все еще до еще до сих пор у гуго а у них есть чего поучиться вот врачи понятно конечно конечно такой опыт за плечами вообще ну то есть они многие навыки осваивали еще советском союз и их немного по-другому делали и сейчас когда вот там уколы например какие-то да то сейчас сама техника изменилась они ставят еще по-старому и часто это лучше чем как вот современная методика скажем иногда в условиях ограниченным вот каким-то материалом они могут спокойно все это проводить и они могут этому научить соответственно а вы на манекенах учились было делалось это насколько это приближает за вообще не надо тут недавно как зовут этого обычно там например по разному спортзале который мальчик для битя его помню зовут валера помню память не изменяет а вот этого как зовут виталик или правильный того же виталик зовут ну и что это совсем другое да конечно совсем другое ну то есть это же стандартизированный такой пациент скажем да который мало того что из пластика он еще и не разговаривает и ты можешь в принципе не уже не дышит и не уже не дышит и все что хочешь не можно делать он не скажет а мне больно мне некомфортно да и а потом ты даже когда хорошо научился на манекене приходишь к реальному человеку ну и тут уже начинаются проблемы немножко не рядом я не знаю я конечно слава богу как бы не обращалась к серьезным специалистам но вот по стоматологам например я вижу эту разницу когда приходишь к одному доктору и он все время интересуется больно нормально как сама и он интересуется а приходишь иногда он просто ну тупо делает и делает и его не интересует как себя чувствуешь этот момент больно тебе не больно вот вы в этом смысле все время как бы перепроверяете свою работу на пациенте конечно да это это ну делает твою деятельность проще все равно ориентируясь на обратная связь придется просто есть вот вы говорите есть просто несколько типов врачей есть какие-то вот больше они механически работают другие именно взаимодействует с пациентом работают сообщали лечат заболевание сообща а есть который вот я вижу патологию лечу и все то что там пациент еще не так важно но в целом этот этот специалист они имеют место быть и они в принципе могут быть профессионалами то есть эффект может быть хорошие там еще зависит видите от пациента то есть бывают такие которые спрашиваешь больно да больно вообще я не могу там да по факту про ну все все нормально как бы такой эпохондрический тип скажем с ними наоборот надо вот как раз пожестче вот как ну просто делаешь свою работу и все а есть такие которые вот им даже очень больно будет они не скажут спрашиваю нормально да нормально а потом выяснять что то можно еще добавки посильнее вот пишет нам добрый день медбратья нужны в стационарах в юности была тяжелая пневмония перевели в отделение пульмонологии а там медбрат роман закрутился выздоровела через две недели я очень даже понимаете как словом лечат буквально нет это правда когда в палате появляется мужчина доктор лето или медбрат вот так хотел как-то вернуть это ты как-то так вот или вначале говорила о том что больше всего доверяешь доктором если он мужчина а поварам если он мужчина опять же да значит водителям если мужчина быть может да если такое ощущение что вам мы пациенты доверяют больше нежели чем вашим коллегам дамам это опять же смотря какое отделение но в целом да в гинекологии на тебя смотрят как на ворону да это опять же если ты какие-то другого ну практику проходил вот и помогал то есть там все женщины врачи женщины и я вот ну как-то было не очень но пациента нормально к этому относится причем по большей части вот к врачам то они как раз хорошо относятся вот если это мужчина акушер мужчина гинеколог вполне спокойно вот медбратьев как-то сторонятся прям потому что не нужны лишние наблюдать что еще хотелось бы спросить кем мечтали стать когда поступили в вуз да вот мечты вообще наверное выбор профессии такой же очень для меня мне кажется весьма не бы когда сам поперся в институт культуры значит это же как вот не знаю вот насколько вот вы видите свои перспективы там вот как мы говорили там про министра там и так далее какая там хотелось бы чтобы зарплата была сколько получать кем работать а вот сейчас прошу много я так вижу мягко зарплата большая работать главным врачом ну вообще поступал с мыслью о хирургии именно сейчас именно вот таракальная и онкология то есть вот здесь сейчас работаю туда мы сожалеем о том что время нашего эфира подошло к концу гостях у нас сегодня были медбратья алексей беляев и рослафья копчук мы желаем вам прежде всего ну терпения прежде всего и хорошего настроения в вашей работе и мастерства всем удачи и пока и до завтрашнего утра